Сдача единого государственного экзамена позади. Теперь же абитуриентам предстоит пройти дополнительные вступительные испытания, чтобы поступить в ВУЗ. Для чего они нужны? Задача экзаменов не напугать выпускника очередной нагрузкой при подготовке, а выявить его практические способности и нестандартное творческое мышление, которое позволит полноценно понимать материал на парах и активно участвовать в учебном процессе. В Казанском федеральном университете с 15 июля начнется серия внутренних вступительных испытаний, как общеобразовательным предметом, так и по дополнительным вступительным испытаниям в творческие направленности. Для многих прохождение творческого испытания вызывает тревожность и страх. Действительно, это тяжелая задача, учитывая, что помимо нее выпускник сдает государственные экзамены. Для этого на сайте того или иного института, в зависимости от того, куда хочет поступать абитуриент, есть программа ДВИ, в которой можно подробно ознакомиться со структурой, шкалой оценивания и основными темами, которые следует изучить при подготовке. Больше всего вопросов у абитуриентов возникает по поводу вступительных на направлениях журналистика и дизайн, так как именно эти профили требуют креативного подхода к выполнению заданий. Журналистика ежегодно становится одним из самых популярных направлений Высшей школе журналистики и медиакоммуникации, привлекая к себе не только российских студентов, но и иностранных граждан. Помимо литературы русского языка, для поступления необходимо сдать творческий экзамен, который будет состоять из мини-эссе на определенную тему, и решить тест, который определит общую эрудицию выпускника. Эти экзамены пройдут по той же схеме и по тем же принципам, как и в прошлом году, будет организована накануне короткосрочная подготовка к этим экзаменам, если кто-то хочет дополнительно себя подтянуть. Тем же, кто хочет стать дизайнером, необходимо владеть навыками академического изобразительного рисунка. Для его успешной сдачи нужно соблюсти ряд требований, таких как композиционная целостность, точная образная передача и так далее. Так преподаватели Института дизайна смогут узнать о графических навыках и художественном видении будущего студента. Наш основной предмет – внутренний творческий экзамен, экзамен по рисунку, линейно-конструктивный рисунок, который состоит из трех геометрических тела, два бытовых тела. Портфолио мы рекомендуем тоже делать и пригружать его также в личный кабинет. Можно работы вложить, можно вложить дипломы различные, то есть полностью, что характеризует абитуриента. Абитуриенты могут подготовиться к вступительным экзаменам также на базе Казанского федерального университета. Для того, чтобы сделать это более качественно и эффективно, вузам предусмотрены курсы длительностью от пяти до восьми месяцев. Если же выпускник начинает готовиться за месяц до сдачи дополнительных экзаменов, есть экспресс-курс, благодаря которому можно в ускоренном темпе освоить основные темы и узнать структуру, а также потренироваться в выполнении заданий. Виктория Бояренцева, Александр Кузнецов, Универньюз.